Я читала 50 страниц в день, вот каждый божий день Мне нужно мясо много Что? Вот это вот Несса Королл Бра Я очень долго смеялась Карталенькая, но красивая Я захожу, а девушка стоит у нее на голове чашка Такой вопрос Ты вообще любишь читать? Нет, читать я разлюбила в детстве Потому что меня воспитывал строгий офицер И я читала 50 страниц в день, вот каждый божий день И мне это отбило Желание вот так вот просто сесть и с кайфом почитать книжку Поэтому сейчас мне очень сложно себя это заставить Иногда, вот если книга меня с первых страниц захватывает То я читаю на одном дыхании Но это бывает очень редко Больше я читаю какие-то паблики, истории, инстаграмы и так далее Какая книга тебя захватила в последний раз? Вспомнить бы еще Сейчас я читала это Натанавтов Вербера Но начала пока только У меня муж очень любит этого автора Он говорит, почитай А там рассказывается Ну, разный ракурс на взгляд о смерти Это очень интересно Потому что мы стараемся оба достаточно легко к этому относиться Не заморачиваться на эту тему Поэтому сейчас вот эта книжка Зацепила Да А вообще ты любишь инстаграм, насколько я понимаю Какой твой любимый аккаунт? Все его любят, мне кажется, сейчас В рашоп Я, в принципе, и познакомилась с ним через инстаграм Еще очень-очень-очень давно я начала смотреть Мне очень нравились вот эти видеообзоры Я постоянно за ними наблюдала Потом я пришла клиенткой А потом, собственно, и осталась тут Стала сама в видеообзорах мелькать Да Скоро будет какое-нибудь Есть какое-нибудь любимое блюдо? Что ты любишь есть? Пицца Да Он сейчас вот выложит скоро мою фотографию в купальнике Вы заметите, что я очень люблю пиццу И я ее настолько люблю, что я научилась ее готовить просто шедеврально Мне кажется, лучше только итальянцы, наверное, готовят Я прям тесто, моцарелла, базилик, томатный соус Это прям сочетание, в принципе, теста, сыра и мяса Это все, это меня не оторвать А что бы ты никогда не стала есть? Субпродукты Всякие печенки, печени, вот это вот все Это не ко мне Брокони, вот эти вот все, пп Вот это не про меня Я очень много раз пыталась заставить себя правильно питаться Но вот не могу я себя пересилить Мне нужно мясо много Как ты считаешь, есть рай на земле? Да, вот в октябре я поеду туда Когда у меня будет отпуск, мы поедем на Гоа Ага, ты была там уже? Да, мы были там вот в январе И нас прям захватила эта страна Ты красивая девушка Тебе наверняка делают кучу комплиментов Какой был самый странный комплимент в твою сторону? Самый странный? Слушай, сейчас так даже и не знаю Не вспомню, наверное Мне всегда говорят, что у меня очень красивая улыбка И там глаза Я всегда считала, что это не так Потому что у меня кривенькие зубы И глаза с разными разрезами Зато какая у тебя красивая речь Карталенькая, но красивая Ну вот Это вот как раз 50 страниц в день сделали свое дело Я всегда отличалась, что в школе, что уже в колледже Всегда отличалась четкой речью Всегда очень красиво читала Поэтому да Ты не считаешь этот странным комплиментом? Когда тебе говорят, как ты классно говоришь Нет Я привыкла И знаешь, я не слышу своей картавости Все очень удивляется Я не слышу свое эрва вообще Я внутри себя в своей голове не картавлю Когда вы уже смотрели видео Для меня это, конечно, что? Вот это вот Несса Корал Бра Я очень долго смеялась после этого видео У тебя есть любимая поговорка, насколько я знаю? Колись Ну да, это не поговорка Это набор слов Когда меня спрашивают Многие не с первого раза понимают, что я картавлю Потому что у меня картавит только твердый эр И когда меня спрашивают О, ты картавишь? Я говорю, да Рефрижератор, Эрих, Т-303, бронетранспортера Всем очень нравится Это всех забавляет Да, конечно Кем ты работала до Бра-Шоу? Ой, чем я только не работала Ну, в основном Самая первая работа была В архиве у моего дяди Он военный И я на лето, там лет в 14-15 Сидела в архиве Заносила это все в электронный вид Потом мне удалось поработать Вожатой в детском лагере Ну, собственно, потому что я в педагогическом училась Это, конечно, такое испытание на прочность Когда у тебя пятилетние дети И они вообще ничего не слышат Это было весело Но это классный опыт Потом я работала консультантом Подрабатывала летом Между учебой И официантом работала Почему Бра-Шоу? Знаешь, я всегда смотрела тот же самый Инстаграм И меня как-то очень заражала атмосфера То есть она как-то чувствуется Как бы странно, да? Через телефон что-то там чувствуется Но она как-то вот до меня доносилась И мне это прям нравилось Поэтому я решила попробовать И ни капли не пожалела Вообще ни капли Соответствует эта атмосфера на самом деле? Да Это первое место, где прекрасное руководство Женский коллектив хороший Что вообще, от чего я обычно бежала после педагогического Я один раз работала в люстрах Я была одна девочка в коллективе И у меня было, что-то 15 пацанов Но потом я поняла, что все-таки и в женском-то неплохо А здесь прям девчонки дружные Мы все всегда смеемся, помогаем друг другу Поэтому здесь, конечно И вот эта вот работа с клиентом индивидуальная Это тоже очень важный момент Это не магазин, где ты там размер принес И ты особо не контактируешь с клиентом А здесь ты ведешь его от начала до конца Это тоже очень важный момент Ты внесла бы какие-нибудь изменения в работу шоурума? Представь, тебе дали бразды правления Я бы добавила нам швею Во! Потому что многие хотят подшить что-то Купальник, лямочки и так далее Они говорят, а у вас можно? Ну, и вот этого бы я добавила Какой у тебя был самый забавный случай в примерочной? Ну, я пришла с кучей купальников То есть до этого мы померяли часть Я принесла еще всяких разных новиночек Я захожу, а девушка стоит у нее на голове чашка Она говорит, я по голове вот всегда попадаю Если на голову идеально сел, значит на грудь тоже А ты считаешь свою работу консультанта сложной? Ну, знаешь как? Сложно каждому, наверное, найти подход Потому что девушки все очень разные У всех разный темперамент, разный характер Разные предпочтения, разная чувствительность Все-таки это белье, это такой достаточно интимный момент Сложно, наверное, вот в этом плане А так это очень приятная работа Ты считаешь себя хорошим консультантом? Я искренне Я не из тех вот продавцов, которые впаривают Я им хочу, чтобы им было удобно, комфортно, красиво Чтобы они ушли довольные Поэтому я не стремлюсь их вот набить им чек Чтобы они ушли вот и только купили А потом пришли и сказали, знаете, а я вот половину не ношу Мне вообще вот это неудобно Мне это не интересно Мне важно сделать человека вот счастливым, так сказать А кого ты считаешь лучшим консультантом в нашем коллективе? Такой вопрос Наверное, я остановлюсь на себе Ты к себе бы записалась? Да К себе бы с удовольствием записалась Ну, к человеку с моим характером, с моими взглядами, да А тебе помогает твой личный опыт? Твоя пышная грудь? Ну, скорее, да Потому что я привожу девушкам в пример себя Как я себя ощущаю Какие я модели ношу Каких мне комфортно, в каких нет Поэтому Ну, легче, конечно, помогать Когда у тебя У самой есть такая проблема Ну, я бы даже не назвала, наверное, этой проблемой Сейчас с брошопом-то Это раньше было А сейчас нет Сейчас будет короткий блиц вопросов Отвечай быстро, не задумываясь Давай Давай Трусы-стринги или шортики? Стринги Панаж или Несса? Панаж Текила или водка? Текила Сосиски или сардельки? Сосиски Кино или ночной клуб? Кино Отлично Еще один вопрос Представь, что напротив тебя сидишь ты Что бы ты себе сказала? Я бы, наверное, сказала Не сомневайся в себе Люби себя И не бойся никаких начинаний Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают